Девушки отдыхают Дим, здравствуйте. Рада видеть вас в нашей студии. Спасибо. Дим, хотел бы начать разговор с вопроса к вам. Есть какие-то у вас запретные темы? Если есть, то какие? Я думаю, что есть темы не очень приятные, наверное, а запретных так особо нет. Совершенно никаких. То есть мы можем говорить обо всем? Конечно. Я для этого сюда и пришел. Да? Хорошо. А вы вообще любите комфорт? Да. А что может вас вывести из зоны комфорта, наоборот? Может быть, ситуация какая-то есть, если вы можете привести пример? Ну, я думаю, что здоровье и состояние близких детей – это в первую очередь. отсутствие минимальных финансовых средств для обеспечения комфортной жизни своей семьи, в первую очередь. Ну, я думаю, что на первом месте – это здоровье. Это выводит быстрее всего, выбивает из колеи, если это касается детей или близких, жены, родителей. А на втором месте – это, наверное, финансы. Хорошо. Дима, скажите, вот, в вашей жизни был почти десятилетний перерыв в вашей карьере. А с чем это было связано? Это было связано с тем, именно в карьере, как артиста, выступающего на сцене. Потому что 10 лет назад я сделал несколько попыток реализовать свою сольную карьеру, на мой взгляд, мягко говоря, неудачных. И я понял, что я пытаюсь встроиться в индустрию и не понимаю по-настоящему, что я хочу делать. И я достаточно простой человек в плане принятия решений. Я могу что-то делать или ради искусства, ради реализации и за небольшие деньги, или работать, ну, делать, функционировать, или какую-то функцию исполнять за деньги и обеспечивать тем самым. И это должен быть, у меня в жизни должен быть баланс между этим. Я все, что хочу – это быть счастливым. И эти вещи, они для меня очень важны. То есть, если я что-то делаю за небольшие деньги, я должен в это стопроцентно верить, и это должно приносить мне счастье, если мы говорим про творчество. Если это не получается не так, не так, то лучше на некоторое время это оставить. Функционировать как музыкальный продюсер, как композитор, как человек за сценой. Я умею то, что я знаю индустрию изнутри, достаточно давно в ней. И как раз вот последние 10 лет я этим и занимался. Пока у меня не начали писаться песни, у меня внутри не появилось желания вот по-настоящему выйти на сцену. Я, на самом деле, на мой взгляд, я искал звук именно как исполнитель. А чем ты занимаешься в тот момент? Я попал около 10 лет назад в телесериальную историю. Меня пригласили на запуск сериала «Универ» в 2007 году в качестве композитора, музыкального продюсера. Я, честно говоря, к этому вообще очень скептически относился, поскольку это все было еще в зачатке. Никто вообще не понимал, как все это будет. Это был первый оригинальный ситком на российском телевидении. И он достаточно тяжело стартовал, долго. И вот я сделал его, начал работать с Comedy Club, с «Семь артом». Тогда такая достаточно большая компания была. Мы подружились с ребятами, и потом меня пригласили уже в новую компанию «Гудстори Медиа» в 2008 году. Я сделал «Ворониных», «Реальных пацанов», «Как я встретил вашу маму», «80-е». Достаточно много. Ну, это можно продолжать дальше. «Физрук», «Ольга», последние все релизы «Филфа», «Гражданский брак». И много прям всего. Потому что я более-менее за это время понял, как это происходит. Кроме этого, я еще реализовывался как музыкальный продюсер. Я делал коммерческие проекты. Такой мало, может быть, многоизвестный проект «Текила». Я в 2008 году полностью его сделал, реализовал как музыкальный продюсер. Потом мы разошлись. Было такое некое переосмысление того, чем вы раньше занимались? Конечно. Ну, еще этот период связан у меня с рождением детей. У меня двое детей. И первая дочь у меня родилась в 2008 году. И здесь, ну, как для меня, как для мужчины, как для отца семейства, и по поводу зарабатывания денег вообще произошло первое такое глобальное переосмысление. Да, да, вообще и ресурсов, если раньше... Ну, артист в той или иной степени это достаточно женское сознание. То есть оно... Ну, потому что ты эгоцентричен, ты любишь себя, ты... Когда тебе нужно, у тебя происходит... Ну, у тебя морковка вывешивается перед тобой. И тебе нужно, так или иначе, и мотивация. А возможно ли, что это был какой-то, может быть, еще поиск себя? Конечно. Ну, вообще, для меня семья и дети, это стало вообще таким, ну, главным и точкой отчета. И все, что происходит в моей жизни, там, в карьере, в каких-то творческих проектах, это из-за того, что. То есть, и я вернулся сейчас, там, через 10 лет и занимаюсь музыкальным проектом. С одной стороны, конечно, чтобы реализовывать себя как артиста, композитора, как продюсера. Но, с другой стороны, я это развиваю еще как бизнес. Потому что я не могу в данный момент уделять чему-то много времени, если это не приносит результат. То есть, я не олигарх, я не сижу на нефтяной вышке. И все, что я, как бы, зарабатываю, это все процессы, которым я уделяю достаточно много времени. В разной степени или продакшен, или это создание нового, там, музыкального контента, или сериалов, или кино. И, то есть, нужно просто тайм-менеджмент свой. Организовать. Да. А вообще, жалели хоть раз в своей жизни о том, что вы покинули свою группу тогда, в прошлом, на пике популярности? Честно, нет. Уходил оттуда сознательно и планомерно. Я хотел сделать все цивилизованно, но это Россия. Здесь, к сожалению, некоторые вещи все еще решаются, как в каменном веке. Ну, и в итоге произошел конфликт, драка и какая-то ерунда. Тогда было прям тяжело на душе, когда покинули группу? Нет. Было просто отличное ощущение, да. Что, наконец-то, это закончилось? Даже, нет, я очень хорошо отношусь к ребятам, и мы до сих пор поддерживаем дружеские отношения, и мы переписываемся, и мы друг другу стараемся помогать, если есть какая-то возможность, и там, и в творческом смысле, и по жизни. Это как раз вот относится к тому, о чем я говорил в самом начале нашей беседы. Если я не получаю удовольствие от происходящего, от процесса, и не зарабатываю при этом достаточное количество денег, это теряет для меня смысл. И я ищу, ну, как это поменять. А вы себя считаете счастливым человеком? Да. Вот вы говорили до этого, я бы хот... Ну, вы сказали, что я бы хотел быть счастливым. Нет, для меня самое главное поддерживать уровень счастья. Я на самом деле счастливый человек, мне очень многие вещи дались и даны творцом, и я за это благодарен. То есть, потому что я понимаю, что... Ну, я вижу, что происходит вокруг, я знаю, как бывает по-другому, и... То есть, в этом смысле я благодарен. То есть, если я не счастлив в какой-то момент, это моя проблема. Информация в интернете есть, да, что у вас выходит сольный альбом, да? Он выходит как раз осенью. Да, я планирую. Чем он будет особенный? Чем он будет особенный? Ну, он будет особенный тем, что... Это... Не знаю, потому что это все песни, которые, мне кажется, настоящими на сегодняшний момент. И... Это сложно сказать, чем он будет особенный. Он будет особенный по звуку, потому что никто так не звучит сегодня в России. И я занимаюсь... Это громко прям? Да. Раз мы об этом говорим, вот, вернувшись на сцену, вы заметили какие-либо изменения в шоу-бизнесе за такой-то совершенно долгий срок? Какие, на ваш взгляд? Самые яркие, может быть? Все стало работать по-другому. С точки зрения промо, пиара, все... Просто все алгоритмы изменились. То есть, телевизор также остался важен, но, во-первых, умерли все реальные музыкальные каналы. Если говорить про долю, про рейтинг. В одном из моих интервью вы сказали, что конкурсная среда вообще не ваша стихия. Почему? Я много раз пробовал. Первый конкурс у меня был... Это до премьер-министра? Да, до премьер-министра я участвовал, был конкурс в 90... Не помню уже, каком. Как мне мой сын говорит, папа, ты из прошлого века. Хрустальная нота, это был такой достаточно мощный конкурс в Кремлевском дворце, в КДС. В жюри сидел Джеймс Браун, Эл Демиола и так далее. То есть, да. И вот это был один из первых опытов. Я не могу сказать, что он был там очень неудачным для меня, но не слишком удачным. Потом было несколько коллективов, самый известный из которых – это группа премьер-министр. Потом была «Новая волна» в 2006 году, неудачное выступление для меня. Я к нему был просто не готов и к этому формату не готов. Поскольку продюсеры поменяли практически все произведения за две недели до того, как... Ну, вообще, всю программу. Ну, и я не очень себя комфортно чувствовал чисто психологически и не смог справиться с этим. Поэтому выступление, мягко говоря, не очень удачное было. То же самое, вот, если из последних моих заходов, это в 2013 году я участвовал в «Голосе». Я прошел, ну, до слепых прослушиваний и так далее. И тоже это все не увенчалось успехом. И просто не пошло дальше, хотя большинство продюсеров я знаю много лет. Чем вы не любите заниматься в вашей жизни? Чем я не люблю заниматься в жизни? Вот прям можете сказать, что мне это не нравится, я не люблю это делать. Ну, какими-то рутинными, скучными вещами. Ну, например. Я не знаю, ну, то есть, когда мне нужно составлять отчеты, вот эта юридическая вся история, я, к сожалению, или к счастью, в этом начал разбираться за последние 10 лет. Но это не то, что я люблю делать. Я это делаю, потому что это нужно, и потому что в эти вещи нужно вникать, и нужно быть внимательным, чтобы ничто не прошло мимо. Ну, а так, по жизни я из достаточно, из хорошей семьи, но финансовое положение у меня было с детства достаточно небедственным, но я начал, да, работать в 12 лет на бензоколонке, мыл машины, потом продавал мороженое, потом, в общем, я знаю, что это такое. Потом после премьер-министра и после всех моих коллизий, и у меня был такой период, когда я в однажды был работать водителем около полугода. Ну, потому что мне, как бы, мне просто закрыли все двери, и куда бы я ни стучался, ничего не работало. Ну, я работал водителем. Опыт. Этап становления такой, может быть, даже в руках. Ну, это такой уже второй этап становления. Это, то есть, такой жизненный урок, что ничто не вечно под луной, что не нужно слишком сильно задирать нос, нужно быть всегда уши. Не думаешь, что они всегда найдутся у меня. Да, держать востро и вообще быть поспокойнее. А вы вот романтик вообще по жизни, как вы считаете? Я не знаю, да, наверное, да. Самый романтический поступок, который вы совершили тогда? Романтический поступок? Ну, так плохо, наверное, хвастаться. Ну, как, есть у что? Не надо скромчить в таких вопросах. Жену я с сюрпризом свозил в Париж на ее день рождения. И она... То есть, вы ее закрыли глаза, неожиданно посадились в самолет и приземлились в Париж? Ну, не совсем так. Ну, просто я привез ее в ее день рождения в аэропорт, и мы полетели. То есть, вот таким образом. И это, наверное, один из самых таких романтических. Я больше романтик, наверное, в душе. Внутри себя. Да, в проявлениях я такой скупой. Дим, назовите своих три положительных качества и три отрицательных качества. Как вы считаете? Вот вы лично. Ну, и я гневное существо, с чем я стараюсь работать и бороться. Я очень быстро вспыхиваю. Ну, также быстро остываю, но вот этот момент горения как бы опасен. И в первую очередь даже для меня самого, потому что это как бы сжигание всех кармических плюсиков, которые были до этого. Я это понимаю, но пока еще в процессе. Я не победил это. Я иногда бываю инфантилен до сих пор. И мне нравится это состояние. Так может, это неплохо? Тогда нас нравится. Ну, я теряю контроль. То есть, нам все-таки получается как-нибудь отрицательное, да? Конечно, да. Вот такой инфантилизм именно, который уже... А может, это какая-то защитная реакция? Не думаю, да? Ну, да, психики, наверное, да. Немножко абстрагироваться, отойти в сторону. Иногда это помогает увидеть ситуацию со стороны. Но, в принципе, когда ты знаешь, что здесь будет проблема... Угу. То лучше с ней справиться. Да. То лучше на нее уделить внимание и решить ее сейчас, нежели чем откладывать на потом. И когда это еще по нескольким фронтам идет, эти проблемы, они растут, они просто... Карточный домик складывается. И ты... Самое главное, что ты это знаешь, что так будет. Но из-за того, что в данный момент это не очень приятно, ты не уделяешь этому должного внимания. И я считаю, что это неправильно. То есть, с этим надо работать. Можно, пожалуйста, теперь положительные черты вашего характера? Наверное, глобально, если вот так, все-таки я добрый человек. Поэтому, что у меня бывают вспышки ярости и гнева, ну, основная моя природа все-таки я... Душевная доброта. Но при этом почему-то вы все время смотрите туда вдаль и налево. Ну, потому что... Я знаю, что, когда я разговариваю, я часто не смотрю на человека. Потому что вхождение в такой близкий контакт, именно энергетический, это не всегда приятно, а понятно, да. И я это знаю, я... Поэтому я немножко скрываюсь. За добротой своей. Даже не то, чтобы за добротой. Это... Ну, не многие люди хотят настолько близко входить в контакт. Потому что, когда ты смотришь в глаза, это, ну, предполагает определенную степень близости. То есть это вхождение энергетически достаточно близко. Ну, такое впечатление, что вы как будто увлекаетесь немножко... Вы вот уже не первый раз говорите какими-то энергетическими вещами. Потому что вы говорили по поводу того, того и сейчас тоже. Есть что-то? Ну, я некоторое время, да, уделяю этому внимание. Девять раз был в Индии. А в чем вы увлекались, если это, конечно, не секрет? Если говорить про религиовидение, про философию в общем, то есть в общих чертах я знаком практически со всеми течениями. Это касается и индуизма, и буддизма, и христианства, всех основных течений, естественно, и православия. Если мы говорим про какие-то более эзотерические вещи, там, и кабалы, и суфизм. Вот я про них чувствовала, мне кажется, что-то там где-то увлекались, или изучали, или занимались как будто. Ну, если говорить информативно, да, в какой-то момент меня это увлекало, я погрузился, я не практик. То есть я... Что-то почерпнуем для себя, да? Да, конечно, конечно. И потом? Мироощущение это очень сильно раздвигает рамки вообще. И если говорить про отношение к тем или иным ситуациям вообще по жизни, дуальное восприятие действительности, оно... Это не то, чтобы плохо, оно просто очень сильно ограничивает мироощущение и возможность принятия тех или иных решений. В мире гораздо больше цветов, чем черный и белый. Не все плохо или хорошо. И если есть возможность абстрагироваться эмоционально от той или иной ситуации и посмотреть на нее со стороны, то здесь любые средства хороши, я считаю. Хорошо. Еще две положительные черты. Надо брать и оставить. Ну, положительные черты. Ну, наверное, я в меру заботливый, если говорить о ближнем круге. Ну, потому что для меня это важно. Ну, наверное, и все. Ну, и для меня очень важно, если говорить, я не могу пока что еще жить с двумя вещами. Это я очень ярко реагирую и открыто на хамство. То есть, с трудом могу обходить. И на предательство. То есть, эмоции пока не сдерживаются? Ну, я могу сдерживать эмоции, но в глубине души я отметочку сделаю. У вас есть враги? Открытых? Ну, или закрытых. Ну, тем не менее, они есть. Открытых так, чтобы вот прям с кем-то я враждовал. Наверное, нет. Есть люди, которым я не очень приятен. Вообще, моя субстанция. Я это очень хорошо ощущаю, чувствую на расстоянии. И, наверное, как моя защитная реакция, так же я немножко нелицом поворачиваюсь к ним тоже по жизни. Но я стараюсь честно идти вперед, потому что мы очень тратим время много на конфликты, на какой-то... Выяснение ситуации. Да, от этого никому лучше не становится. То есть, ни процессу, ни творчеству, ни жизни вообще. То есть, если есть возможность пойти дальше, лучше идти дальше. Ну, правильно. А вообще, часто в жизни приходится расставаться с людьми? Да. По работе или в личном каком-то аспекте? В личном аспекте я достаточно стабилен. А по работе... Ну, если говорим по работе, мы все равно, если мы долго с кем-то сотрудничаем, там, два-три года, четыре, мы все равно входим уже в личностный аспект, да. И у меня есть такое, да, что три-четыре года, как правило, это рубеж. Легко удается вообще вот это расставание? Я стараюсь на этом не концентрироваться. Как только я понимаю, что вот все, ну, то есть, оно и все. То есть, как море кораблей. Да. Хорошо, Дима, спасибо большое за интервью. Спасибо, что пришли к нам в студию. Желаю вам надежных людей рядом, чтобы всегда по жизни все удавалось легко. Спасибо. Успехов вам. Спасибо. Взаимно. Спасибо. Дмитрий умеет и любит говорить. Дмитрий умеет, философствует. Скорее всего, он застенчив и не очень уверен в себе. В конце интервью я заметила, что Дмитрий с некоторым облегчением закончил разговор и попрощался. Но ведь ни одного неудобного вопроса для него не прозвучало. Видимо, он этого опасался. С вами была психолог-гипнолог Олеся Фоминых и программа «Вис Фрейда». Не пытайтесь изменить мир, меняйте себя. Это ключ к вашему успеху. Увидимся через неделю. С вами был Игорь Негода. Продолжение следует...